Больше об этом событии мы поговорим с Виталием Барабашом, к нам присоединяется глава Авдеевской городской военной администрации. Здравствуйте, Виталий, спасибо, что нашли время. Были сообщения о том, что в результате этой атаки были ранены, сколько человек получили ранения, всех ли уже удалось извлечь из-под завалов, продолжаются ли спасательные работы? Слава Украине, здравствуйте. Героям слава. Этот обстрел, который сейчас был на этом ролике, он, к сожалению, вчера по Коксахиму был не единичным, то есть после него еще было 4 обстрела, системы РСЗВ-3 и четвертый еще ракетный удар был в районе 18.00. Что касается последствий этого именно удара ракетного, было ранено 4 человека, на сегодня никаких больше спасательных действий не ведется, уже как будто там нет смысла это делать, потому что, ну, сами видите кадры этого завода управления, ну, в целом этого здания. К сожалению, один из четырех раненых вчера сегодня ночью скончался в больнице, 88-го года рождения сотрудник завода, к сожалению, не смогли спасти его. Ну, как будто в целом ситуация очень такая тяжелая, и Авдеевский Коксахим завод, почему-то они, наши враги, да, для себя приняли такое решение, что там, скорее всего, базируются какие-то вооруженные силы Украины, хотя там нет ни одного подразделения, ни одного военного человека на территории завода, ну, вообще нет. И вот они в последнее время, две недели это точно, они вот массированно каждый день бьют по заводу. Ну, в той или меньшей какой-то степени, да. Ну, возможно, их целью были люди, там, десятки людей прятались в хранилищах этого завода, насколько мы знаем. Возможно, они били просто по людям. Да, ну, эта же тактика и по городу работает. Я уже неоднократно об этом говорил, что до Нового года практически у нас не было ракетных обстрелов именно в черту города. Линия фронта настолько близка, что нет смысла было применение ракет. Ну, да, прилетали смерчи, прилетали ураганы, в начале полномасштабной этой войны прилетали точки У, у нас их там, ну, первые пару месяцев у нас их там несколько десятков было, точек У. То потом как-то вот иногда смерч, иногда ураган. После Нового года Х-59, Х-22, С-300, то есть иногда до десяти ракет прилетают именно в черту города. Ну, и плюс-минус такое же количество ракет на позиции около города. Прилет такой ракеты, это, ну, буквально за неделю нам несколько домов пятиэтажных сложили от пяти этажей до фундамента. Слава Богу, никто не пострадал при этом, но тем не менее, это вот, наверное, знаете, уже такой момент, не получается пробить промку в лобовую, не получается систем, ну, там, градов, да, допустим, там, ствольной артиллерии, там, город сравнять. Ну, будем бить ракетами. Ну, и тактика такая. Скажите, а что касается линии фронта, как там обстоят дела? Потому что враг постоянно пытается прорвать оборону. Удается ли ему это? И как там, в принципе, на Авдеевском направлении, на фронте? Действительно, штурмовые действия иногда доходят до пятидесяти-шестидесяти в сутки. Это по линии фронта с юга, с севера от города сама промка. Ну, в большей степени на промку они не лезут. И, в принципе, с начала полномасштабного этого вторжения, ну, ни единого метра промки так и не получилось у них там пройти, взять, или как это еще можно назвать, сотни, до трехсот иногда обстрелов по позициям вокруг города в сутки. Ну, и тактика в них, они все-таки пытаются, вот эта ползучая тактика, да, то есть они закидывают телами своими, и все-таки, ну, тела, артиллерия, тела, артиллерия, артиллерия, тела, потом технику чуть подтягивают. Пытаются все-таки как-то не просунуться. Не особо у них получаются практически те позиции, которые, ну, месяц, наверное, точно наши держат, и пока ничего у них не получается. Что касается мирного населения, сколько людей сейчас находится в Авдеевке, детей, и соглашаются ли эвакуироваться, и если да, то как проходит эвакуация? Ну, знаете, в связи с вот этими участившимися ракетными ударами, авиационными, ракетными ударами, к городу, ну, вот буквально позавчера дом коммунальный 29, люди, две семьи проживали в этом доме на втором этаже, они за полчаса вышли в подвал соседнего дома, и этот дом сложило. То есть вот такие истории, и в городе практически каждый день происходят, люди это видят, люди передают один другому, и это, ну, знаете, как это не прискорбно, но это стимулирует именно такие методы, да, я об этом говорю прискорбно, почему люди по другим причинам ранее не ехали. То сейчас у нас эвакуация поехала, январь, февраль, мы за это время всего лишь около 50 человек вывезли, даже чуть меньше, около 40 было, январь практически вообще никто не ехал. То вот последнюю неделю люди поехали, плюс это подстегивается, конечно, той постановой Кабинета министров, которой приняли насчет принудительной эвакуации детей, она еще до нас не доведена в том виде, ну, скажем, в рабочем, да, в виде, но мы работали, скажем так, чуть на опережение и предупреждали, особенно те семьи, где есть дети, что вот сейчас будет законный механизм, и тогда вы не отвертитесь, не открутитесь, мы вас, ну, условно говоря, силком вывезем. Сегодня уже около 100 человек за это время с начала года выехало из Авдеевки, еще неделю назад у нас было 47 детей, сейчас 24 ребенка находятся в городе. Вот только вчера вывезли 14 людей, позавчера 9, два дня ранее 11. То есть эвакуация поехала и в первую очередь семьи с детьми. Виталий, можно информацию, куда эвакуируют людей и куда им обращаться, если есть желание покинуть Авдеевку? Значит, каналов для коммуникации и именно заказать, ну, как мы это шуточно называем, заказать такси в Авдеевку, да, там между собой так полиция, волонтеры, мы шутя уже называем. Их несколько этих каналов, начиная от телефонов служб социальной защиты, которые есть практически у каждого жителя города, это полиция. То есть люди, ну, есть даже такие случаи, когда люди приходят в отделение полиции и говорят, мы хотим завтра выехать. Договариваются время, место, адрес, какое количество людей, детей, ну, то есть все эти моменты согласовываем. Плюс очень много лично мне личные сообщения пишут и в соцсети, моим заступникам пишут, плюс телефоны волонтеров, несколько групп волонтеров, которые занимаются именно эвакуацией. В городе есть это все, ну, информация, как ехать, через кого ехать, есть. Куда ехать, несколько вариантов. Есть, скажем, одна из программ, это областная программа, выехать в более безопасные громады Донецкой области. Это для тех семей, которые не хотят выезжать за территорию Донецкой области. Их несколько таких, скажем так, локаций компактного проживания людей, они организованы, они обеспечены проживанием, питанием, теплом, водой. Есть альтернативные источники электроэнергии на случай, если будут какие-то отключения воды, тепла. То есть несколько, ну, все дублируется в связи с любой ситуацией, которая может быть, как сегодня, например, случилась. Это первая программа. Вторая программа – это Умань. Это, скажем так, программа, которая была подписана между мэрией Умани, Ириной Клетневой, это мэр Умань и нами. Адресно они забирают людей из Авдеевки, расселяют. Точно так же есть варианты даже для пенсионеров, скажем так, бесплатного проживания, там, с питанием, с медицинским присмотром, как говорят. Есть общегосударственная программа, то есть это выезд в Черкасскую область, в Тернопольскую, во Львовскую. То есть было бы желанно. Виталий, люди, которые выезжают вот с территории, где ведутся активные боевые действия, волнуют всегда один вопрос – будут ли восстанавливать их населенный пункт после войны? Учитывая количество разрушенного жилья в вашем городе, как вы считаете, насколько реалистичны такие планы вот в плане Авдеевки, учитывая, что враги целенаправленно уничтожает одно из главных градообразующих предприятий, я имею в виду Коксахим? Вы правильно все заметили в контексте Авдеевского Коксахимзавода. Это градообразующее предприятие, и практически 65% бюджета города формировалось именно Авдеевским Коксахимзаводом. Соответственно, будет восстанавливаться завод, соответственно, и город будет восстанавливаться. Но пока то, что мы говорим с руководством Метинвеста, с руководством завода, у них есть четкое сейчас убеждение, что они завод будут восстанавливать. Все отстроим. Спасибо вам огромное. Главное – победить. Виталий Барабаш, глава Авдейской городской военной администрации, присоединялся к нашему эфиру.